МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 подводит итоги дня. Подрядчик строительства арены Победы уточнил бюджет. На стадион трактор больше не пускают юных спортсменов. Утренний пожар в яхт-клубе сгорело более миллиона рублей. Зима скоро, снегоуборочной техники не стало больше. Решение совета директоров группы «Стройтрансгаз» о строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде и Нижнем Новгороде будет утверждено 3 октября. Проекты стадионов уже прошли государственную экспертизу и уточнены бюджеты на проведение строительных работ. Так, для стадиона в Волгограде сумма составит 16 миллиардов 400 миллионов рублей. Работы по демонтажу стадиона «Центральный» начнутся 13-15 октября. Ранее представители «Стройтрансгаза» называли другую дату – 20 сентября. Напомним, что ранее бизнесмен Геннадий Тимченко, контролирующий компанию «Стройтрансгаз», заявлял, что откажется от строительства футбольного стадиона в Волгограде, если государство не увеличит оценку его возведения с 15 миллиардов до 17. На стадион «Трактор» по приказу руководства спортклуба «Ротор» больше не пускают детей. Две сотни юных спортсменов занимались здесь легкой и тяжелой атлетикой и теперь оказались на улице. Причина – в отсутствии договорных отношений между «Ротором», в чем оперативном ведении находится стадион, и клубом «Родины», в спортсекциях которого занимаются дети. В районе, фактически, то помещение под трибуной, где как-то жизнь спорта теплилась, на сегодняшний день получается, что это помещение закрыто. Там, конечно, присутствует разруха и так далее на стадионе, как в общем. Но я считаю, что это позиция властей, чтобы этот стадион перевести в порядок руководителей города, области и соответствующих рангов. О том, чтобы на эту проблему обратить внимание, посмотреть на нее и разобраться в этой ситуации. Стадион-трактор в аварийном состоянии. «Ротор» заведует спортивным объектом около 10 лет, и все это время стадион постепенно разрушается. О том, чтобы спешить дарить детям добро, нет и речи. Подробный репортаж о ситуации на высоте 102. Сегодня утром в Ворошиловском районе Волгограда сгорели частные катамараны. По предварительным оценкам, ущерб владельцев – более миллиона рублей. Тушил пылающие плавсредства пожарный корабль. Горящий катамаран отбуксировали подальше от берега, чтобы огонь не перекинулся на катера и яхты, стоящие на причале. Предварительная причина возгорания, по мнению экспертов, – замыкание электропроводки. Зима не за горами. У всех в памяти прошлогодний снежный коллапс, когда в декабре за сутки выпала месячная норма снега. Тогда дорожники проиграли неравный бой со стихией. Содержание улично-дорожной сети города в четвертом квартале этого года возложено на МУП ДСР Советского района. С 1 октября это предприятие будет отвечать за весь город. Так, техники и сил МУПа хватит на уборку только трех районов города. Чтобы обслужить всю улично-дорожную сеть областного центра, придется нанимать субподрядные организации, большинство из которых – частники. По сравнению с прошлой зимой, снегоуборочной техники в городе больше не стало. По общему количеству, скажем так, оно на сегодняшний момент – это те же самые показатели. По предыдущему году, по 13-14 сезону, это порядка 180 единиц в общем количестве. Достаточно, недостаточно. Естественно, по нормативам требуемое количество техники как бы немножко иное. Опять это будет зависеть все от погодных условий, от зимы, которая у нас будет. Для обработки улиц города снова заготовят песко-соляную смесь разной концентрации. Способ ее приготовления из года в год остается традиционным. Бульдозеры смешивают тонны соли с песком еще до наступления холодов. Главное, чтобы в душе было лето. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин